Двухэтажный неброский серый, но аккуратный. Совсем недавно этот столетний дом на улице Полевой имел не столь привлекательный вид. Дом жилой и крепкий, но фасад от времени сильно помрачнел. Отремонтировали его инвесторы. Сначала строители обработали древесину, затем покрасили в несколько слоев. Без лишнего творчества сохранили исторический облик. Мы его сделали согласно проекту, чтобы и цвет соответствовал окружающей среде, которая здесь есть. Считаем, что наш город должен быть красивый, чтобы людям здесь жилось хорошо, удобно, вольготно. Рядом буквально кукольный одноэтажный домик. Белое кружево резьбы на синем фоне. Его тоже восстановили частные инвесторы. В историческом центре города дома активно приводят в порядок бизнесмены. Объекты выбирают по предложению районных администраций городских властей. Мотивация у компании проста. Хотят сделать родной город еще более привлекательным. Такая работа есть, у нас задача поставлена, продолжается. Но мы бы хотели, чтобы более коллобально строители принимали участие в этом. Потому что это приводит порядок на целом в наш город, прибавляет привлекательности. Перед началом ремонта все работы согласовывают с жителями домов. Инвесторы ремонтируют не только дома в исторической части Самары, но и на въездах. Не только фасады домов создают внешний облик города. Немаловажную роль играют детали. Но и тут инвесторы не остались в стороне. Одна из компаний предложила за собственный счет отремонтировать вот такие неприглядные заборы. Пока только разрабатывают проект. Но в скором времени улицы Самары должны приобрести совершенно иной вид. В прошлом году инвесторы привели в порядок фасады семи домов. В этом цифра больше. Около 56 компаний изъявили желание поучаствовать в восстановлении внешнего облика зданий. Люди, как правило, с большим удовольствием идут на это. Говоря о том, что город дал им все. И они готовы вложить этот день. Всего же к 2018 году в Самаре планируют отремонтировать почти 300 объектов культурного наследия. За счет бюджетов разных уровней. Это не считает тех домов, которые преобразятся за счет частных капиталов. Марина Кравцова, Станислав Ливин. События.